Здравствуйте! В эфире «Арсенал» в студии Владимир Бурко. В Ереване прошла встреча глав государств участников организации договора о коллективной безопасности. Ключевой темой заседания руководителей стран стало обсуждение стратегии развития ОДКБ до 2025 года. Решать проблемы участники блока предпочитают путем переговоров и дипломатии. Однако это не исключает усиление военной составляющей. Ее совершенствование будет продолжено в рамках совместных учений и тренировок. Основное внимание в ближайшей перспективе будет акцентировано на координации общих усилий на международных площадках, укреплении потенциала кризисного реагирования и развитии миротворческого компонента организации. Еще одно направление сотрудничества – борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков. За переход от теории к практике теперь будет отвечать Беларусь, которое перешло председательство ОДКБ. Александр Лукашенко, как председатель Совета коллективной безопасности, в ходе итогового брифинга заявил, что список инициатив с учетом реванской дискуссии будет доработан. Цель – организация должна стать действенным механизмом, с которым партнерам придется считаться. Мы действительно провели очень принципиальный анализ ситуации, которая складывается в мире, при том по периметру всех границ, и на западном направлении зоны ответственности Беларуси и России, и Центральной Азии, и в районе Афганистана, и обсудили конфликты, нерешенные проблемы. Мы вычленим группу наших военных специалистов, и не только военных, и по линии Министерства иностранных дел, подтянем к этому специалистов из Российской Федерации, прежде всего, и других государств. И нам надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьезный уровень, чтобы ее уважали, ну, не боялись, уважали, и мы никого не уговаривали, чтобы нас признавать. В ходе заседания президенты подписали решение о концепции развития системы совместной подготовки военных кадров, а также по стандартизации вооружения и военной техники ВОДКБ. Кроме того, согласовали единый список организаций, которые признаны террористическими. В Армении будет создан кризисный центр, который поможет оперативно обмениваться информацией, и в случае необходимости немедленно реагировать на конкретные угрозы безопасности. Итоговый экзамен по профессионально-должностной подготовке сдали офицеры структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, оперативных командований и воинских частей. На минувшей неделе проверка уровня теоретических знаний и практических навыков была проведена Государственным секретариатом Совета безопасности. Ход комплексного тестирования на обуз Лесновском полигоне лично проверил глава государства Александр Лукашенко. Подробности у Ивана Михайлова. Поручения от главнокомандующего вооруженные силы получили еще в прошлом году. В ходе оперативного сбора в октябре 2015-го глава государства потребовал повысить результативность в вопросах применения современных образцов вооружения и военной техники, физической подготовки и спорта. Посмотреть на итоги, проделанные военными работой, Александр Лукашенко приехал лично. На обуз Лесновском полигоне экзамен держат офицеры различного уровня. От командиров взвода до руководства Министерства обороны. Перед началом проверки глава государства провел небольшое совещание по вопросам военного образования. Здесь и подготовка офицеров на базе военной академии, и в гражданских вузах, на военных факультетах и кафедрах. Президент отметил, что акцент в обучении людей военных необходимо делать на практике. Я не стану оспаривать то, что система существует, но что эту систему мы не встряхивали давно и не приспособили ее к современной войне, как вы только что говорили, это факт. Есть у нас проблемы и со сроками обучения, программами и с преподавателями. Надо действительно брать преподавателями подготовленных людей с частей, чтобы они могли учить тому, чему надо на войне. Все эти вопросы на контроле в оборонном ведомстве и в Совете безопасности. К примеру, сокращение сроков обучения по некоторым специальностям уже в процессе работы. Платовка легчиков у нас сейчас в академии ощущается 5 лет и 7 месяцев. Это много. И в советские годы летчиков, в том числе истребители, готовили 4 года. Поэтому и будем предлагать, конечно, пересмотреть эти сроки обучения по отдельной специальности. Из командного пункта на полигон. Здесь главнокомандующий познакомился с бытом военнослужащих, вспомнив условия, в которых сам находился, будучи в армейском строю. Ну так у вас хорошие условия. Я помню, на учение нас выбросили. Так мы из этих полен разных сбили кровати, пока по очереди топили. Полевой лагерь сменяют танковые директрисы. Мастерство владения вооружением танка Т-72Б демонстрируют офицеры. За рычагами штатные механики-водители, в башнях командиры рот и взводов. Развитие современных конфликтов, как показывает практика, стремительно и, чаще всего, непредсказуемо. Особенно в борьбе с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. В подобных условиях войска должны действовать адекватно угрозе, а, соответственно, уметь работать в отрыве от основных сил, когда вся ответственность за принимаемые решения лежит на руководителях тактического звена. Командиры батальонов и рот учатся действовать самостоятельно, налаживать взаимодействие с подразделениями территориальных войск, Министерства внутренних дел и пограничного комитета. Сейчас больше идет акцент на самостоятельное действие подразделения, как отдельно взводов, роты. Батальон в целом не рассматривается, что он в целом будет действовать. Естественно, офицеры готовятся вместе с личным составом, и, как правило, здесь на полигоне, в основном на полигоне. Либо здесь у нас на 230-м, либо на Чапилевском полигоне, в Слониме. Практику применения вооружения и техники военные получают и в ходе международных армейских игр. Президент подчеркнул, что опытом участников состязаний необходимо воспользоваться в полной мере. Это должно быть примером. Люди эти должны быть пошины, вплоть до того, что их нельзя потерять. Они в любом составе, в любых качествах должны остаться в вооруженных силах, как пример, как надо. Возможно, уже в следующем году часть этапов армейских игр пройдет на территории нашей страны. Отечественная база отвечает требованиям организаторов. Причем военные заинтересованы в этом в первую очередь из-за практической пользы подобных соревнований. Уже сегодня в программах боевой подготовки появляются элементы, позаимствованные в первенствах. В ходе контрольных занятий президенту также продемонстрировали некоторые новинки вооружения. К примеру, недавно поступившие в Беларусь вертолеты Ми-8, последней модификации. Современный многофункциональный комплекс может использоваться в различных вариантах, к примеру, как боевой, поисково-спасательный или транспортный вертолет. Замечательный вертолет, летать на нем хорошо. Конечно, придется его осваивать и летчиками, и инженерно-техническим составом. Но, тем не менее, это новый, это шаг вперед. Ми-8 МТВ-5 качественно отличается от своего предшественника. Увеличенный запас хода, грузоподъемность и спектр навесного оборудования. Панель на жидкокристаллических экранах, приборы ночного видения. Главнокомандующему продемонстрировали две новые машины. Всего же контракт с Казанским вертолетным заводом предусматривает поставку 12 летательных аппаратов. Проверка уровня профессионально-должностной подготовки закончена. Впереди анализ результатов. Но уже сейчас можно утверждать, что экзамен выдержан достойно. Совместное учение подразделений сил специальных операций Белоруссии и десантников России развернулось на полигоне под Брестом. Цель маневров – отработать действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований с водными подразделениями. Сергей Чураков продолжит. У десантников Белоруссии и России общая история, традиции, единые подходы к вопросам обеспечения безопасности. Впрочем, и подготовка часто тоже общая. За последние годы число совместных тренировок заметно выросло. Расширилась и география маневров. Витебск, Брест, Псков, Новороссийск, Арктика. Только в 2016-м голубые береты двух армий встречаются уже в 20-й раз. У нас сложилась уже достаточно хорошая традиция проведения совместных мероприятий с воздушными стандартными войсками Российской Федерации и силами социальной кооперации Республики Беларусь. Сегодня на этом полигоне отрабатывается один из этапов двустороннего батальонного тактического учения по ведению контрдирерационных действий. В ходе данных учений отрабатываются вопросы поиска, блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований диверсионно-разведанных групп. Выполняются различные задачи передвижения, совершения маршей, в том числе ночью. Нынешние учения имеют довольно широкий размах. В общей сложности в маневрах принимает участие почти тысяча человек и сотни единиц техники. По совокупности это больше, чем три батальона, потому что два батальона усилены целым рядом подразделений. Это и подразделения Российской Федерации, которые приданы обоим странам, и в то же время подразделения артиллерии, противовоздушной обороны, инженерно-саперное подразделение, расчеты беспилотных авиационных комплексов, огнеметное подразделение. Позволяет действительно выполнить большой объем задач. Первый боевой элемент, который отрабатывают участники учения, это совместное десантирование самолета Ил-76. К нему допускаются военнослужащие, которые совершили как минимум два прыжка с парашютов из вертолета Ми-8. Сейчас идут последние приготовления. Специалисты воздушно-десантной службы проверяют готовность парашютов. Скорость полета воздушного судна более 300 км в час. Отделение от самолета составляет интервал 0,7 — 1 секунда. А обычно при отделении от самолета Ан-2 Ми-8 составляет 3 секунды. После высадки подразделения занимают рубежи блокирования, выставляют блокпосты на возможных путях движения неприятеля. Отрабатывают тактику действия небольших групп, перемещение в лесу, выход на связь, передачу информации, эвакуацию после выполнения задания. Одним только Брестским полигоном совместная учеба десантников не ограничивается. Параллельно с этим учением сейчас подразделение 103-й бригады учатся в тактическом учении 106-й десантной дивизии на территории Российской Федерации. Два учения — это венец всей работы за эти полугодия. Брестские маневры подразумевают дух состязательности. Если одно подразделение охраняет стратегически важный объект, то другой батальон должен придумать способ его освободить. Командиры батальонов знают состав противоположных сторон и, сходя из этого, они могут предвидеть, какое решение будет принято командирам противостоящей стороны. И от того, кто, кого сумеет переиграть в принятии решения, зависит успех и солдата при выполнении задачи. В учебном противостоянии командиров рождаются новые тактические ходы и приемы. По сути, в этом и заключается основная цель тренировок — найти оптимальные решения и выработать эффективные способы подготовки войск. Полученный опыт десантники смогут закрепить уже на трехстороннем учении на территории Балканского полуострова. Есть практика проведения с 2014 года. Такое учение называется «Ново славянское содружество», где участвуют подразделения и воинские части от российской стороны, Сербии и Республики Беларусь. В том году данное учение проходило на территории России, в городе Новороссийске, где мы совместными действиями отработали выполнение специальных задач в горных условиях местности. В этом году это учение проводит сербская сторона, поэтому наши подразделения в начале ноября будут в Сербии. Очевидно, что сербской стороне будет интересен опыт взаимодействия голубых беретов Беларуси и России. Ведь этот тандем позволяет не только повышать уровень подготовки войск, но и обеспечивать безопасность в восточноевропейском регионе. На уходящей неделе в Белорусской армии отметили День войск связи. Нынешний год стал во многом революционным для сферы коммуникаций. О том, какие горизонты открылись в этой области военным специалистам, мы попросили рассказать начальника связи вооруженных сил Геннадия Станиславовича Казакова. Геннадий Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. 15 января нынешнего года с китайского космодрома «Сичан» стартовал первый белорусский телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1». Для войск связи вооруженных сил это что-то значит? Управление связи Генерального штаба вооруженных сил стояло у истоков создания национальной системы спутниковой связи нашего государства. Рабочая группа под моим руководством выдвинула ряд специальных требований, к этому вопросу. Вопрос этот очень интересный, он перспективный. Мы видим в нем значительное повышение эффективности применения системы связи вооруженных сил и повышение устойчивости в плане прямой ретрансляции этого спутника. То есть практически все подразделения и части вооруженных сил, применив данную систему, значительно повысят эффективность управления. Значит мы получили огромные возможности. А насколько техническая база армейской связи позволяет ими воспользоваться? Мы уже до запуска спутника приступили к решению этих вопросов. Сейчас проводятся мероприятия по выполнению опытно-конструкторских работ по созданию линейки станций спутниковой связи, начиная от узловых, оконечных станций. В дальнейшем мы планируем широко оснастить данными станциями не только вооруженных сил, в том числе и другие войска и воинские формирования. В целом это будет достигнуто в интересах резкого повышения эффективности применения автоматированной системы связи уже военной организации государства. В вооруженных силах завершается учебный год. Для войск связи каким он был? Учебный год текущий был очень насыщен мероприятиями оперативной боеподготовки. Были проведены ряд мероприятий по внезапным проверкам боевой инновационной готовности, где войска связи принимали участие и развернули ширкомасштабно свои системы. Конечно же, этот 2016 учебный год нам дал еще и ряд вопросов, которые мы исследовали наряду с модернизацией техники связи, поставкой их войска проводились исследовательские испытания. Ну и, конечно же, воины-связисты, занимаясь подготовкой войск, в том числе и осваивали новые образцы. Мы имеем уже больше 150 новых образцов, которые поставлены на войска. Более 2000 этих образцов уже поставлены на серийное производство и поставлены вооруженные силы. То есть на сегодняшний день имеется устойчивая тенденция хорошего оснащения средствами связи наших вооруженных сил. Вы упомянули об изменениях в применении войск. Сегодня облик вооруженного конфликта так стремительно меняется, что представителям многих видов и родов войск приходится выполнять принципиально новые задачи. Касается ли это военных связистов? Безусловно, вооруженные конфликты, которые разгораются в мире, и мы это видим, это очевидно. Мы должны учитывать и, в принципе, мы понимаем, что должен однозначно выполняться принцип упреждающей готовности. Система о связи времени в развертывании должно быть значительно меньше по отношению к тем вопросам, которые решают группировки войск, органы военного управления. Здесь значительно должна повышаться уже и пропускная способность, и разведзащищенность. Мы над этим работаем. Конечно же, все это делают люди, специалисты. Мы проводим очень глубокий анализ в этом вопросе. И на уровне анализа мировых достижений в области связи развиваем и свои системы связи вооруженных сил. В этом вопросе было очень много проблем. Мы над ними долгое время работали. Мы их видели, понимали. Я уже с полной ответственностью могу сказать, что прошедшие в 2015 году учения на территории Российской Федерации показали, что мы имеем полную оперативную совместимость и полное техническое сопряжение наших систем. В следующем году, в 2017 году, планируется проведение учения уже на нашей территории, где мы уже приступили к выполнению ряда серьезных задач, в том числе и создание уже объединенной группировки космических аппаратов в интересах региональной группировки войск, размещения различного рода тропосферных и стационарных радиорулейных станций в интересах российской части региональной группировки войск. Мероприятия проводятся планов. Я уверен, что учения на нашей территории пройдут успешно. Спасибо за беседу. А я напомню, у нас в студии был начальник связи вооруженных сил генерал-майор Казаков Геннадий Станиславович. Было время, когда для передачи команд на поле боя пользовались простейшими звуковыми средствами. Сегодня за это отвечают автоматизированные системы, способные обеспечить связь в любых условиях. О том, кто и как соединяет подразделения и части в единый механизм, в нашем следующем материале. Комплексная аппаратная связи – редкая на поле боя машина, которая воюет не оружием. Однако роль ее не менее значима. Ведь не переданный вовремя приказ может привести к гибели целой армии. Поэтому к профессии связист требования особые. Быть профессионалом здесь означает быть вечным учеником. Технологии развиваются столь стремительно, что огромные объемы информации отправляются теперь одним нажатием кнопки. Бригада является уникальной, потому что одно из подразделений бригады, линейный батальон связи, полностью переоружен на современные средства связи, которые были выпущены белорусским военно-промышленным комплексом. Это аппаратная «Цитрус», аппаратная «Мускат», «Мегатрон». Связь должна быть всегда и, главное, везде. Таков закон боя. А потому в полевых условиях специалисты буквально с нуля поднимают коммуникационные сети, связывающие тысячи абонентов. На победу работают скорость и точность, которые оттачиваются непрерывно. Будни бригады – это постоянные учения и выезды. Пришлось вместе с бригадой выполнять задачи на полигонах российской филиации и тех задачах, которые были у нас с начала года. По вопросам проявки боеготовности и обеспечения связи руководящей состава вооруженных сил в сентябрьском учении. По итогам года 85-я бригада признана лучшей в войсках связи. Коллектив здесь слаженный и дружный. И в этом, конечно, огромная заслуга командира. Всегда внимателен, справедлив, относятся с заботой как к солдатам, так и к офицерам. Служба полковника Гурецкого началась в подразделениях военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Продолжилась в западном оперативно-тактическом командовании. Везде нужны связисты. В частности, наша бригада связи обеспечивает связь с выходящим составом вооруженных сил. И в этом направлении идет и развитие, и наша подготовка. Если нет связи, нет управления. Полковник Гурецкий, военный по призванию, посвятив всю свою жизнь ратному труду, он уверенно прогнозирует будущее бригады. Планируется, что к концу года этого и начало следующего поступят новые образцы техники связи, в частности, в тропосферный батальон, которые были промодернизированы и построены силами Белорусского военно-промышленного комплекса. Современными информационными каналами управляют без преувеличения люди будущего. Грамотные, решительные, целеустремленные. Слабым звеньям в этой цепи не место. Уж очень велика ответственность каждого перед абонентами, которые всегда должны быть в зоне доступа. Особую роль связь играет в силах специальных операций, где динамика действий должна сопровождаться непрерывным управлением. В десантно-штурмовой бригаде руку на пульсе держит старший телеграфист Наталья Анищук, которая в этом году стала призером международного конкурса «Воин Содружества в Москве». Старший телеграфист батальона связи десантно-штурмовой бригады гвардии ефрейтер Наталья Анищук в армейский строй встала не случайно. С детства спортивная и бойкая, она настойчиво шла к своей цели. В первое время, конечно, было тяжело, но потом как-то привыкла на замечательный коллектив, помогает. Для меня более интересно – это полевые выходы, когда мы выезжаем на полигоны, и огневая подготовка очень нравится. О своем решении связать жизнь с армией Наталья ни разу не пожалела. И дружная семья крылатых пехотинцев приняла ее с распростертыми объятиями. Я испытываю огромную гордость за то, что я служу в воздушно-десантных войсках. Я раньше не могла мечтать даже, что я окажусь здесь. Голубые береты – это элита считалась всегда. В международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин Содружества» гвардии ефрейтер Наталья Анищук участвовала уже во второй раз. И второй раз стала серебряным призером этого престижного состязания. Новых знакомств очень много. Это обстановка. Ребята все очень были замечательные. Болели, поддерживали. Даже, как говорится, соперники, но они переживали как за своих. Интересный сам конкурс по себе, потому что там различные дисциплины. Там смотрят и самодеятельность, и твои физические данные. Нормативы все. Сборка-разборка автомата, нормативы по РХБЗ, метание холодного оружия, метание гранат. Справляться с нагрузками Натальи помогает любовь к спорту. В период подготовки к соревнованиям она часами отрабатывала нормативы. Я занималась в школу, ездила тоже на соревнованиях, участвовала в различных. Физические нагрузки я всегда воспринимала спокойно. Нужно, значит, и нужно. Поддерживать физическую подготовку. Успешному выступлению Натальи немало помогла и поддержка близких. В первую очередь, мужа Александра. Переживал. Как, что там получается, не получается. Переживал, чтобы все было нормально, чтобы справилась. Как я рожусь, чтобы хорошо, молодец. Служить в десантно-штурмовой бригаде не каждому мужчине под силу. Что говорить о девушке. Однако первое впечатление обманчиво. Эти хрупкие плечи способны выдержать многое. Вы смотрели «Арсенал». С вами был Владимир Бурко. Узнать о новостях «Армейской недели» и посмотреть эфирные программы вы можете на нашем сайте. Всего доброго. До встречи на телеканале «Беларусь. Один». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok